Театр 21 века Театр 21 века Театр 21 века Театр 21 века Я говорю, ложь, вы работать не можете У меня 15 лет существует мой театр Каледа театр в Екатеринбурге Мы живем прекрасно, я купил театру 11 квартир для своих сотрудников Я купил автобус, мы ездили 10 раз Во Францию, были в Париже в театре Адеон Играли в самом знаменитом театре Были в Греции на гастролях В Румынии, в Германии Тысячу раз в Польше Каждый год в Москве с 13 января У нас гастроли, в этом году мы играем Аж на двух площадках, в центре на Страстном И в Боярских палатах 43 спектакля мы привозим 60 человек я привожу народу Это гостиница, питание, суточные И прочее, прочее У нас уже продано билетов на 5 миллионов рублей Извините, мы провинциальный театр Но мы зарабатываем деньги в Москве Не дурными комедиями У нас идет Вишневый сад Гамлет, Борис Годунов Трамвай желания Идут классические пьесы И пьесы моих учеников Мои в том числе Мы зарабатываем деньги Спасибо вам, скричам И они идут почему? Почему идут? Потому что они знают, что придут Это будет качественный продукт Они посмеются А в конце обязательно поплачут Вот и все Мои пьесы идут сейчас В Киеве на украинском языке Только что была премьера пьесы Дороватый камень По-хлядски она называется Девочий виноград Девичий виноград Только что были премьеры Баба Шанель в Луганске Там в разных-разных-разных городах Украины Идут мои пьесы Денег не платят Но это другое дело Это уж бог с ними Чего ж теперь, братья-украинцы Пусть они пользуются Моими произведениями И я сейчас репетирую в театре у себя пьесу Которую я написал много лет назад По произведению Гоголя Старосветские помещики Она называется Старосветская любовь Пьесу эту я написал для Лия Хиджаковой Великой русской артистки И великого украинского артиста Богдана Ступки Царство ему небесное Валерий Фокин поставил этот спектакль Много лет Лия Хиджакова и Богдан Селиверсович Играли эту пьесу мою Вот я решил сейчас поставить это у себя в театре И начинается спектакль с того, что там коледуют Естественно, всякие парубки и девчины Поют хохлядские песни Красивые до невозможностей Понимаете, я знаю, что будут сидеть в зрительном зале люди Слышать песни хохлядские, украинские Я могу так говорить, что хохуют, потому что я хохол сам Вот И я думаю, что они будут просто плакать Потому что И думать о том Зараза, да что же нас разъединило И почему мы разъединены Потому что там Украина, коль адуя Коль адуя все земля Ну, я и сижу в зрительном зале У меня сердце плачет Потому что, ну, что могло разъединить нас Что могло Какая черная кошка пробежала между нами Когда мы братья Ну, как это могло быть Это невероятно Так что, вот, политических пьес Неких сочинять я не буду Но другими какими-то средствами Пытаться мосты между людьми Между братьями славянами наладить Это буду делать, конечно Тогда в этой связи прям горячее предложение Если новый драматический театр Запорожья И лично меценат Дмитрий Маркович Засманович Вам оплатят вот прилет Готовы ли вы как-то подержать Вот, так сказать, приехать на очередную премьеру театра И, так сказать, может быть, пригласить его Посмотреть и выступить с мастер-классом «Светская любовь» по Гоголю Или возьмут мою пьесу «Мертвые души» по Гоголю Или возьмут мою пьесу Я не знаю, много пьес я Ну, девочий виноград Он с большим успехом прошел сейчас в Киеве Пьес очень много Ну что, пусть возьмут Почему бы и нет? Будем дружить и бесплатно Вы готовы приехать в Запорожье? Готов, готов, о чем разговор И готов бесплатно отдать даже Только, чтобы было мир и дружба между народами Если это поможет Я знал, что пьеса моей ученицы Ярослава Павленовича тут идет Вот, и у меня самые приятные впечатления И от этого мероприятия, которое проводится Володя Зуев, мой ученик Сегодня будет читка его пьесы Об убийстве царя Вот в час дня это будет читка Он как бы один из победителей этого семинара лаборатории Он здесь тоже в театре Ну, прекрасный театр Ну, правда, я не знал, что в Кузьминках Но это, извините, у черта на куличках Но это бог знает где Это очень далеко Вот правильно сейчас сказал кто-то там А кто? Гриша Заславский сказал Что 800 мест здесь, чтобы заполнить Это надо, знаете ли, наверное Ну, сделать какое-то действительно произведение искусства Для того, чтобы зрители пришли Но это немножко далеко от центра города Я приезжаю в Москву, я проницал Я знал только вот там Хотя я учился 6 лет в литературном институте Но вот самый центр, что называется Только это А сюда, в Кузьминке, я не заезжал никогда Увидеть здесь прекрасный театр Прекрасную труппу Самого Безрукова, который как маленький ребенок Я не знаю Смотришь на него, умиляешься Он бегает, хочет сделать, чтобы здесь было всем хорошо Создать свою труппу Любит своих актеров Пытается сделать, чтобы вот Вот был театр Вот был театр, что Как Лев Толстой, говорят Жил в Ясной Поляне, а она стала центром мира Вот здесь, вот тут, в Кузьминках Сделать большой-большой Центр культурный Центр притяжения Это очень сложно Но он верит Я вижу, как у него горят глаза Может быть, оно и правда Что вот Поедут люди из центра И будут знать, что Какой бы спектакль сюда ни пришел Это будет качественно Вот это замечательно Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров Н.Александрова